ПЦР-тесты снова в строю. После относительно спокойного лета в Украине новый рост заболеваемости COVID-19 и население активно проверяется на наличие вируса. Популярны также экспресс-тесты на антиген, однако в точности результата они значительно уступают ПЦР-тестам, говорят специалисты. Эти тесты очень хорошо работают и они помогают семейным врачам быстрее ставить диагноз, эпидемиологам быстрее изолировать пациентов контактных, отправлять на самоизоляцию. Метод ПЦР-исследования он все-таки за какое-то время отнимает. То есть это забор материала, это доставка материала, это сам процесс постановки реакции. Это в течение суток мы должны выдать результат. Зато ПЦР-тест дает результат с практически стопроцентной точностью. В вирусологической лаборатории проводят исследования про опыт, обранных в больницах Одессы области. Одесситы также могут прийти и сделать тест прямо здесь, в хозрасчетном отделении. Процесс не слишком приятный, придется немножко пострадать. Правильность забора материала, какой показатель? До первой слезы. Если пациент пускает слезу, значит вам мазок из носа взяли правильно. Наша задача – получить достоверный результат, а это зависит, очень важно, от качества забора. Затем пробы маркируют и регистрируют в электронной системе. Сначала, как начался ковид, так я работаю в регистраторе. Чем я занимаюсь, стою на приеме, принимаю анализы и принимаю и маркирую ковидные пробирочки. Мы их маркируем направление, маркируем пробирочку, потом лаборанты заводят и поднимаются наверх уже для исследований. Следующие этапы работы с пробами проходят в потенциально опасной зоне. Сейчас мы с вами проходим с условно-заразной зоны в заразную зону, где находятся боксовые помещения, в которых непосредственно идет работа. Перед непосредственным исследованием пробы нужно подготовить. Раньше это делали вручную, теперь процесс автоматизировали. Соответственно, возросла и продуктивность. В самом начале, когда только начался ковид, у нас были системы, которые позволяли выделять только ручным методом. То есть не более 24 проб, это максимальное. Мы купили станции автоматические, мы уже дальше начали работать на автоматические, которые позволяют выделить 94 пробы за раз, то есть за 40 минут. На последнем этапе пробы направляют в амплификационное отделение, где с помощью специальных приборов проводят их исследования. Мы приготовляем специальные ПЦР-смеси, скапываем их, затем добавляется уже непосредственно сама проба, наклеиновая кислота. Затем загружаются такие вот приборы, это амплификаторы или же термоциклер, их еще можно назвать. И по инструкции программируется программа амплификации и запускается уже процесс ПЦР. Результаты исследования графически отображаются на дисплее. Ковид совместим с двумя генами, поэтому на экране мы видим кривые двух цветов. В последнее время количество положительных ПЦР-тестов значительно возросло, говорят специалисты. И мы наглядно увидели это в лаборатории.